Мы продолжаем лекцию о королевстве Кастилии в первой половине XIV века и переходим к рассмотрению вопросов, связанных с экономическим развитием Кастилии и с финансовой и экономической политикой Альфонсом XI. А если мы посмотрим с вами на структуру доходной части Кастилии к началу правления Альфонсом XI, то мы увидим, что она в значительной своей части будет состоять из уже устаревших, но тем не менее взимавшихся традиционных податей. Например, Мартин Гега, это в день Святого Мартина платившаяся вещь фон Садера, которую платили те, кто не шел в войско в качестве откупа. Постой, янтар, дань, париес, военная добыча, ботин, ну и еще целый ряд традиционных податей. Разумеется, доля от доходов церкви, так называемая королевская треть. Дальше, ежегодные сборы, которые одобряли кортасы, иногда на несколько лет вперед одобряли, но они всегда требовали их визы. Это монеда, так называемая, сервисиос, здесь нет перевода на русский язык адекватного, сборы с иудеев и мавров, то есть худерия и морерия. Дальше, наконец, сугубо королевские источники дохода, что я имею в виду, это те статьи, доход по которым традиционно сразу шел в королевскую казну, не нуждаясь ни в чьих дополнительных одобрениях, разрешениях или чем-либо еще. Это просто автоматически, это доходы короны. Это, разумеется, чеканка монеты. Это судебные сборы, прежде всего, по тяжким уголовным делам. Это оплата публичных песцов, которые взимали публичные песцы и публичные нотарии за свою работу. Наконец, это доходы с шахт, так называемая минерия, и частично-частично доходы от соляных промыслов. Это, повторюсь, к началу правления Альфонса XI. Если от доходной части перейти к монете, здесь кратко все объяснить очень сложно, поэтому просто давайте набросаем несколькими штрихами. В правлении Альфонса X в конце XIII века, во второй половине XIII века, устанавливается так называемая счетная монета. Монеле дель Куэнто. Такая монета называется Моравиди. Что значит счетная монета? Ну, ее как бы нет, понимаете? То есть, нет такой монеты, которая вот... Это некий эталон, к которому приравниваются ходящие монеты. То есть, те или иные динарии, белые, черные, бургалесские, бургусские, саламангские, пепионес. Ну, и так далее, да? Вот, в этом самом... То есть, Моравиди выступает таким единым эквивалентом. В этом Моравиди будет столько-то бургусских динариев, столько-то белых динариев, столько-то, там, пепионов и так далее. То есть, это такая... Монета как бы есть, как бы нет. А при этом, тем же словом, Моравиди назывались золотые монеты. Поэтому их чаще всего уточняли, да? Если имели в виду конкретные монеты, конкретную денежную единицу, то вот там уже уточняли и говорили Моравиди Доро. Соответственно, золотой Моравиди – это, как правило, монеты арабского происхождения, мусульманского. На тот момент, о котором мы говорим, это, конечно, альбахатские дублоны. Вот. Дорогая золотая монета. Редкая. При этом, до последнего десятилетия правления Альфонса XI, то есть, до победы на реке Саладо, до взятия Альхисираса, последовавшего за этим, в Кастилии были серьезные проблемы с золотом, поскольку были, извините, проблемы с берберами-моринидами, да? Мориниды, державшиеся, подчеркнуто, враждебно по отношению к Кастилии, контролировали Северную Африку, а это основной источник золота. Поэтому с золотом, с золотой монетой были довольно серьезные проблемы. Традиционная же для Испании, для Кастилии единица счета – это марка серебра. Это не монета, это определенное количество серебра, да? Приравнивавшись к одному золотому моровиди. Но здесь ситуация осложнялась тем, что Альфонсо X в погоне за имперским троном, то, что по-испански очень лаконично называется «Fetcher del Imperio», растратил огромное количество Кастилииского серебра на подкуп электоров, на подарки тем или иным лицам, от которых могло зависеть его избрание на трон Священной Римской империи. И когда я говорю «огромные запасы», я говорю о том, что он серьезно подорвал серебряный запас Кастильской короны. Серебро стало дефицитным металлом, и в итоге попытка самого Альфонсо X отчеканить серебряные динарии, те самые белые динарии, о которых я здесь упоминал, едва не обрушила всю монетную систему Кастилии. В итоге короли, начиная с того же Альфонсо X, были вынуждены отходить от чистосеребряной монеты в пользу так называемой монеты де Вильон. Вильон по-кастильски – это металлсплав из меди и серебра, в котором меди, разумеется, гораздо больше, чем серебра. Собственно, начиная с Санчо IV, Кастильская корона уже не могла удержать свою, как бы сказать, приоритетную валюту, хотя и Санчо IV осуществлял эмиссию так называемых коронадос, то есть монет с профилем короля в короне. Вот вы видите коронадос Альфонсо XI сейчас на слайде. И Фернандо IV издавал указ об эмиссии монет. Но с каждым разом в монете становилось все больше меди, все меньше серебра. Такие коронадос весили, стоили, как вы понимаете, все меньше. И вот еще коронадо Девильон как раз вот на слайде. Альфонсо XI проводит реформу монетного дела. Он, собственно, запускает очередную эмиссию вот этих коронадос своих. Год здесь не случайен. Обращаю ваше внимание, что в 1332 году, просто напоминаю, он, собственно, проводит свою коронацию. И поэтому выпуск вот этих вот денариус коронадос, коронованных денариев, это, конечно, еще и политическая акция. Этого нельзя не учитывать. Чеканка монеты объявлена королевской привилегией. И на три года, обратите внимание, с 1332, на три года вперед в Кастилии установлен полный королевский контроль за всеми лавками Миняу. Это значит, что король мог регулировать курс обмена валют. Это значит, что проценты от всех доходов Миняу шли в королевскую казну. Альфонсо XI, надо отдать должное ему, мы еще сейчас это увидим, будем говорить дальше, он умел добывать деньги в бюджет и очень этим умением активно пользовался. Он был очень талантлив в этом отношении. На тот момент, если, при этом, да, несмотря на эмиссию коронадоса Альфонсо XI, обеспечить верховенство, главенство, старшинство своей валюты ему не удавалось. Наиболее ценились так называемые турские ливры, французская серебряная, полновесная серебряная монета. Несколько уступали турским ливрам каталонские круаты, сильно уступали те, которые назывались по-кастильски эстречос, узенькими. Узенькими называли, скорее всего, просто по созвучию эстерлингос, то есть английские стерлинги. Плюс, разумеется, это португальская монета, плюс после победы при Саладо и после взятия Альхесирос увеличился приток золота. Сам Альфонсо XI этим воспользоваться толком не успел, а вот его сыну, Педро I, это дало возможность чеканить золотые дублоны, о которых я еще покажу сегодня чуть дальше. Помимо контроля над чеканкой монеты и над монетными лавками, над лавками менял, что еще делает Альфонсо XI? Во-первых, на три года устанавливается контроль короны, опять-таки, над всеми лавками песцов. Один такой вот песец, королевский песец перед вами на картинке. Это миниатюра конца XIII века. Устанавливается контроль, это значит, что сборы со всех лавок песцов, где бы они ни находились, чьими бы песцами они ни были, будь это песцы концехо или королевские, но с королевскими проще, или и не песцы, все равно сборы с их работой шли в казну в эти годы. В 1938 году Альфонсо XI унифицирует добычу соли. Он их монополизирует для начала, затем запрещает спекуляцию, запрещается свободная торговля солью, запрещается экспорт соли, кроме как по прямому указу короля, вводятся специальные чиновники соляного ведомства, да, я не буду отягощать ваше внимание их официальным названием, официальное соляное ведомство создается, которое следит за торговлей солью и ходит в том числе по домам соля добытчиков, проверяя и торговцев, да, проверяя, сколько соли есть дома. Если слишком много, то соль изымалась и на человека накладывалось дополнительное наказание. Наконец, в 1343 году проводится еще одна реформа, мы о ней с другой стороны, с другой точки зрения поговорим. В следующем эпизоде это реформа так называемого монтазго. Монтазго – это один из основных сборов в Кастильской, в Пиренейской культуре, это сбор за прогон скота. В 1343 году монтазго объявлено неотъемлемой собственностью короны, установлена ежегодная такса, фиксированная такса этого сбора и появляется даже словосочетание монтазгос и сервисиос в актах кортасов. То есть это становится такой постоянным источником дохода короны. Наконец, то, с чем имя Альфонсо XI связано намертво очень многих на самом деле людей, это его еще называют королем, который ввел Алькабалу или Алькабалу. Алькабалов – это налог с прибыли. Собственно, с каждой сделки, в сумму каждой сделки включалась та доля, примерно 3,3%, та доля, которая отходила в королевскую казну, покупатель должен был отдать ее в теле цены продавцу вместе с ценой, да, а тот, отделив уже от полученной цены, должен был передать вот эту вот денежку королевским сборщикам. Алькабалова была введена впервые в 1333 году в Андауси. Такая проверка, проверка боем. После битвы на реке Саладу деньги были очень нужны. Деньги были очень нужны на продолжение кампании на осаду Архесираса, на подготовку флота. И в 1342 году Альфонсо XI распространяет Алькабалу на все королевство, а в 1445 году он объединяет целый ряд сборов, собственно, вот из того, что названо на слайде, да, это Мартин Гегов, Ансадера, большей частью Янтар, во многом Кандучо и еще целый ряд вещей. Это все, как бы сказать, зашивается в сумму Алькабала. И Алькабала распространяется на все королевство, становясь основным, всеобщим налогом. Один из первых случаев такого вот всеобщего налога с продаж вообще в истории Европы. Алькабала, мы еще встретимся с этим налогом, введение 10% Алькабала, станет одним из поводов восстания в Нидерландах против тогдашнего наместника герцога Альбы. Это будет в 16 веке в правлении уже Филиппа II. А мы с вами переходим к последнему эпизоду этой лекции, к разговору о Кастильском обществе. Алькабала. 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 Алькабала.